Иван Дмитриевич, Романов, директор Заволжского автомоторного техникума, исполняющий обязанности информации о подготовке к адресу. Заволжский техникум, как и Городецкий Губенский колледж, это одни из крупнейших учебных заведений в Нижегородской области. Входит в 20-ку крупнейших и тоже в 20-ку лучших в области. И Городецкий Губенский колледж, и Заволжский автомоторный техникум являются якорями, которые удерживают молодежь Городецкого района в самом районе и позволяют нашим молодым людям и девушкам принять правильное решение, хотя бы частью из них, чтобы остаться и в дальнейшем развивать наш район, ну и в целом области и страну. Вот прям такие у нас итоги приема этого года. Сразу скажу, что год был один из тяжелейших, который был за последние 10 лет. Хотя в Городецком районе численность детей возрастает, выпускников 9-го класса, но, я не знаю, позиция это в школах или позиция это родителей, но большинство, многие дети из Городецкого района уезжают в Нижний Новгород и другие города. Уже в состоянии 9-го класса, когда они выбирают учебные заведения, даже с такими специальными, как и в Заволжье, и в Городце, они выбирают Нижний, потому что у них в мышлении, что они, закончив обучение в Нижнем, будут уже работать на последних курсах и будут получать деньги, зарабатывать. Или они считают, что они лучше там найдут работу. В целом, по ПССЗ это как бы техникум специалисты, ППКРС это бывшие ПЛ-81, это рабочие служащие. По техникуму, в принципе, набор с каждого года одинаковый. Единственное, что нам, министерство, рекомендует с каждым годом увеличивать все больше групп, которые не направлены на промышленные направления, а занимают программисты, экономисты, банковское дело в следующем году, менее затратные для подготовки в плане материальной базы, которую надо совершенствовать. Также есть указания губернатора по созданию Нижегородского кластера, кремниевой, силиконовой долины, где нужны программисты. И наш техникум один из лучших, кто готовит программистов в Нижегородской области. Мы в этом году отказались от третьей группы, но боюсь, что в следующем году нам придется взять третью группу программистов, соответственно, численность детей в районе не изменится, и мы потеряем одну из групп из другого состава. Другая проблема в потерях – это новые стандарты образования. В этом году мы потеряли специальность технической обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Министерство просвещения изменило стандарт, по которому данную специальность закрыли, а чтобы нам открыть и прилицензировать аналог этой специальности, нам надо были расходы в районе 40 миллионов рублей. И увеличение материальной базы. У нас в аренде есть мастерские, и мы сейчас работаем с Заворским моторным заводом по передаче этих мастерских, но они должны быть нашей собственности, чтобы разместить эти мастерские. Как пример могу сказать, чтобы осуществлять подготовку, ремонт автомобильного транспорта, в техникуме должна быть своя сварочная мастерская, но она, благо, есть. Есть кузовной ремонт, диагностика автомобиля с двумя автомобилями на подъемных механизмах, своя красочная камера, которая стоимость не менее 8 миллионов рублей целая камера. И все это в техникуме, не на предприятиях, а в техникуме должно быть. Это громадные затраты, и техникум это сам не потянет. Поэтому мы потеряли эту специальность. Из минусов того, что в ближайшее время планируется изменение других стандартов, и, скорее всего, будут потери профессий наладчик и электромонтер. Они просто уйдут из стандартов образования, перейдут в другие. Наладчики автоматических линий перейдут в наладчики станков с ЧПУ. Чтобы нам осуществлять подготовку наладчиков станков с ЧПУ, нам нужно иметь участок станков с ЧПУ. Сотрудники, директора предприятия знают, сколько стоит станок с ЧПУ. У нас должен быть фрезерный, токарный, универсальный, как минимум три. И они должны стоять на территории техникума. И все это должно покупаться либо на внебюджетные средства техникума, либо от работодателей, либо участие в грантах по софинансированию. В этом году мы участвовали в гранте на две мастерские по компьютерам. И нам отказали, нас перенесли на 23-й год, только из-за того, что мы проиграли по количеству софинансирования. Гарантированное софинансирование нам было представлено 500 тысяч, на мастерские, которые будут стоить 6 миллионов рублей. Выиграли те, кому представили более миллиона предприятия-партнеры, денег на софинансирование данных мастерских. При этом еще в этих мастерских не учитывается ремонт. Ремонт осуществляется тоже за деньги либо в небюджетные учебные заведения, либо за помощь предприятий-партнеров. В целом прием выполнили, но с каждым годом дети будут, боимся, что дети будут уезжать все больше и больше из района девятиклассники. Чтобы открыть новые специальности по предприятиям, которые будут запросы, документацию мы подготовим, но на открытии каждой специальности необходимо лицензирование и аккредитация. При аккредитации нужны будут, опять же, мастерские по той специальности, полностью кумлектованные оборудованием не старше пяти или семи лет в зависимости от специальности. Одна из проблем передачи мастерских ПАУЗ МЗ в техникум, то, что они построены еще в Советском Союзе. Оборудование в них находится, Советского Союза, в большей части. И Министерство образования аргументированно говорит, что данное оборудование в учете грантовой деятельности уже не будет учитываться. Вы берете то, что вам в данный момент надо, а в мастерских должно быть то, что будет через 10 лет нужно промышленным предприятиям, уже установлено, чтобы мы кадры готовили на будущее. Но ПАУЗ МЗ не оснастит мастерскими и бесплатно их передаст государству. Вот в этом проблема. Но мы стараемся, надеемся, что этот вопрос решится, и у техникум появятся мастерские в собственности. Вот распределение абитуриентов этого года по району. 30% от наших студентов, этого года пришедших, это другие районы. Болотнинский, Чикаловский, Кавернинский и остальные. Они, скорее всего, не останутся работать в городецком районе. Они уедут. И теряется также часть тех, кто заволжский, городецкий. Ну, всех больше у нас в заволжских. Подготовка ведется по этому приему. В прошлые годы были разные статистики. Раньше было больше Болохнинских приезжало готовиться. И сейчас у нас учится больше 1 трети Болохнинских. Но в Болохне развиваются свои техникумы. И кроме этого, Институт Лобачевского открыл там Центр подготовки, ЦОД платный. И родители, в том числе заволжские, считают, что они лучше отдадут в какой-то ЦОД Лобачевского ребенка за деньги, чем в учебные заведения бесплатные. Мы не понимаем, почему. Мы не понимаем, почему родители считают, что если он будет учиться в Лобачевском, он получит в дальнейшем хорошую зарплату, хорошую профессию. Я сам закончил техникум в свое время. И считаю, что подготовка техникума Заволжского автомоторного, Губернского колледжа. Это одна из самых больших баз, которая мне дала все. Я дальше закончил два института. В институтах я учился на знаниях, которые мне дал техникум. И эта база продолжает оставаться. И наши выпускники, выходящие из техникума, без труда работают на инженерных должностях. И если раньше, когда здесь был дневной политех, это еще мало было заметно, то сейчас, приходя в технические отделы разных предприятий, сидящих здесь, ты уже видишь своих выпускников, которые выпустились год-два назад. Потому что инженерные кадры тоже заканчиваются. Не только рабочие. Инженерные кадры заканчиваются. И подпитка идет из техникума. Потому что уровень образования техникума дает возможность работать инженером. Ну а теперь немного печально. Вот статистика выпуска этого года. А до этого было все равно. Это было еще хорошо. Иван Литович. Выпуск 258 человек. Каждого просили, каждого позвонили. Из 260 человек на предприятиях района, на промышленных предприятиях, 34 человека работают. Ну, 70 в армию ушли. Декрет работает. Но 34 человека. На заводе 6, на Язаке 17, на Леоне 10. Дети уезжают. И детей спрашивают, почему вы уезжаете? Они говорят, я лучше буду работать курьером за 40 тысяч в Нижнем Новгороде, чем за 20-30 тысяч на заводе на станке. Хотя он закончил технологии машиностроения. И профориентация техникума идет каждый год. И они все проходят через предприятия, работают в предприятиях. Все равно постепенно дети даже этого года не хотят уже учиться. Они привыкли к дистанционному образованию. Они пишут в министерство жалобы, что мы их заставляем учиться, когда они должны были как школа уйти на карантин. И они хотят из дома сидеть и учиться. И более проблема. У нас в первом корпусе, первый корпус это архитектурный памятник. Техникум строился вместе с Заволжьем. Дата постройки 53-й год. Это одна из, я считаю, красивейших зданий города Заволжья. Благодаря помощи Хинштейна в 2005 году был произведен косметический ремонт фасада. Тогда техникум был еще федеральный. Деньги были выделены через федеральную структуру. Сейчас техникум областной. Если вы проедете мимо техникума, вы увидите, что две башни, которые находятся на первом корпусе, уже начали разрушаться. В 2021 году был сильный ураган, шторм, ветер. Было сорвано с одной из башен защитное покрытие Толь. Когда арпинисты поднялись обследовать, были обнаружены уже трещины, несущие дыры, которые они же заделали, но необходим ремонт. Мы с этим обращались в Министерство образования, но ремонт очень дорогостоящий. Потому что только экспертиза будет миллион рублей. Необходимых перед ремонтом. А потом уже выделение. Прошу помочь в этом направлении. Потому что, если башни будут разрушаться и дальше, они падают и падают через крышу на тротуары, которые расположены около корпуса. Мы оградим их, чтобы люди не ходили. Но мы перекроем, получается, тротуары, которые приезжают к городу. Сам техникум не сможет ремонтировать этой башни, потому что это высотные работы. Даже услуги электринитов были заказаны за все бюджетные средства. И они очень дорогие. Тут надо будет строить конструкцию из лесов и проводить ремонт. Ну и еще передача мастерских от Пауза МЗ. Если будет оказана помощь, это будет... Хотелось бы, потому что без мастерских мы еще быстрее потеряем технические специальности. Мы будем готовить. Мы будем набирать детей. Мы будем их оставлять в районе. Но мы будем терять потихоньку наладчиков, технологии вашестроения, автомобиль и тракостроения. Мы будем готовить специалистов, но они будут экономического, программисты, юристы, документооборот. Завод же нужны технари. Завод же нужны рабочие. И без рабочих заводы не смогут работать. Год, два, три, десять. А дальше что? Если перестанут поток приходящих из техникума молодых специалистов на заводы, пенсионеры еще недолго проработают. Спасибо за ваш оптимистичный доклад. Коллеги, добрый день. Я еще раз представлю, Денис Замон, председатель промышленников Межгородской. Я как раз занимаюсь темой подготовки кадров и отслеживаю ситуацию на то, что кадры у нас створились в Межгородской области. На самом деле, это не только у нас не хватает. Не хватает и в Татарстане, в любом регионе. Огромный дефицит. Но вот я сейчас выслушал вступление Ивана Дмитриевича. Знаете, я понимаю, что, наверное, много вложений в техникум, все стараются его поддержать. Но у меня почему-то сложилось впечатление, что работу с техникум как-то запущено. Мне кажется, вам очень срочно надо организовывать совещание на уровне района с представителями Министерства образования, приглашать работодателей и говорить, что пути есть, но надо просто заниматься и не тянуть время. Спасибо. Продолжение следует...